Ну я был уверен, что там будет прям, там будет на что посмотреть. Я прям злился, думал, ну слишком много, ну не то чтобы грязи, а ну нечистая борьба, Вась, ну нечистая и все тут. Мне понравилось, как он поборолелся, как он справился с тем стрессом, который он выхватил в первом поединке. Вы все правильно поняли, главной темой сегодняшнего выпуска станет четвертое шоу «Восток против Запада», прошедшее 6 августа в Стамбуле. Но перед тем, как мы с Дзамбулатом поговорим про летающие локти и закат эры старой школы, я скажу вам пару слов о тех выпусках, которые сейчас лежат на монтажном столе железного рейтинга. Ты можешь! Боги с тобой! Делай! Во-первых, это выпуск о силовом экстриме, где мы порассуждаем, может ли на равных с монстрами массы конкурировать Стронг в 96 килограммов. Опять этот приедет легкомец, еще наорет на всех, блин! Блин, ну а как? Во втором выпуске мы поговорим с вами о том, что сейчас творится в мире бодибилдинга. В первую очередь белый, я не расист, но это белый атлет, поэтому это хорошо разбавит топ-5. А также узнаем, как прошли съемки подкаста с Дмитрием Голубочкиным. Ну поделись эмоции. Как есть? Ничего, кроме бодибилдинга, контейнера с гречей, те пидоры, те шлюхи и так далее. Ну, у нас ничего не будет. Но все это истории на завтра, а сегодня только армрестлинг. Итак, Замбулат, кто тебя удивил из рукоборцев? Удивил, да, конечно. У меня даже не то чтобы результата, ну да, давай остановимся. Да, удивил. Красимир Зиракашвили, то есть такого Красимира я еще не видел. Ну то есть или он, ну или с ним что-то там не в порядке, но я был уверен, что там будет прям, там будет на что посмотреть. А, к сожалению, Красимир не показал того, что мог бы показать. Не знаю по какой причине, не в форме был, не подготовился, там, может плохо себя чувствовал, не знаю. Но я от него ожидал гораздо большего и я знаю, что может гораздо большее, поэтому, наверное, я был удивлен. Один фэллэйч в момент, let's go, рэмман. О, мой боже мой, Евгений Протник в голову. О, боже мой. Удивил, ну, наверное, Женя. Ну там тотальное было превосходство в мощности, в силе. Как мне не хотелось, чтобы Тодзилла, ну, как бы дал ему там поковыряться, не получилось, к сожалению. Женек был прям, ну, сверх мотивирован, сверх сильным для Тодзиллы в тот день. Ну, удивлений больше не было. Остальное было такое хорошее, хорошее зрелище, как для армрестлера. То есть если мы говорим, я сейчас говорю как армрестлер, да, в первую очередь. Как человек, который разбирается в этом предмете. Я и до этого с тобой это обсуждал, и не только с тобой. История с отсутствием какой-то логической вершины этой пирамиды. Ну, то есть когда из большого количества людей путем конкуренции наверх выбивается один и становится самым сильным. И вот отсутствие этой истории, мне кажется, оно вносит свои какие-то вот корректировки и в мотивацию спортсменов тоже. Должна быть все-таки какая-то схема, понятная для людей. И люди четко должны понимать, что они не просто едут там заработать денег, там, да, сколько-то там. Я не знаю, сколько там им платят. Но они едут не за конкретной там цифрой, а едут за чем-то большим, чем просто деньги. А сейчас здесь история получается, что, да, люди приехали. Приехало много звезд, людей, которых в таком количестве вместе, в одном, в один день, в одном месте собрать, наверное, очень проблематично. А тут они вот, ну, это такая, больше какая-то похоже на, ну, такую тусовку, в которой там люди провели спарринг-сессии друг с другом, кому с кем было интересно. Получили какое-то удовольствие и, ну, и заработали каких-то там призовых. Но вот отсутствие вот этого вот, мне кажется, важного момента в виде титула там или вот что-то в этом духе, оно все-таки вносит корректировку. Вот по мне так тоже. Турецкому шоу очень не хватает системы, которая усилила бы драматургию этого противостояния. Но, возможно, Энгентерзи уже что-то придумал, и мы просто пока еще об этом не знаем. Так что давайте приступим к анализу прошедших поединков. Итак, Замбулат, как тебе Давид Додикян? О, это было круто. Мне понравился Давид, мне понравилось, с каким он настроем подошел к этому поединку. И это вот тот случай, когда человек вышел победить. Я часто говорю, что когда ты выходишь не проиграть, ты проиграешь. А когда ты выходишь победить, то ты по-любому победишь рано или поздно. И вот это тот случай, когда, ну, ярко прям выраженный, когда Давид выходил туда победить. И он это сделал, сделал это красиво, мощно. Ну, и на самом деле у меня не было сомнений в этом смысле. Я единственное переживал за его сгонку. Все-таки разница в весе, она очень часто сказывается. Особенно сгонка таких больших килограммов, она часто сказывается на форме. Но он с ней справился, молодец, он очень профессионально все сделал. Это было круто. Мощность очень на высоком уровне. Ну, я думаю, что я понимаю, почему он так был, ну, заряжен так, ну, где-то даже злился. Ну, он из другой весовой категории человек. Такой хороший, ну, наверное, не супертяж. Не, наверное, а не супертяж, но хороший тяж точно. Один из претендентов сейчас в рамках своей весовой категории быть лучшим в мире левой рукой. А Олег все-таки он, ну, 85 килограмм. Ну, это не 100, тем более не 110. Говорить, что тут удивительно, как Олег проиграл, да нет. Мне наоборот кажется удивительно, как он вообще рассчитывал победить. После того, как Давид с невероятной легкостью расправился с грозным Олегом Жохом, возникает резонный вопрос. Кто же станет его следующим соперником? Но об этом мы поговорим с вами в конце выпуска. А сейчас нас ждет поединок между Дэйвом Чейфи и Артемом Морозовым. Это был интересный поединок. Я, если честно, предполагаю, что Артем мог выиграть этот поединок со счетом 3-0. Но вот его молодость, какая-то горячность где-то, где-то импульсивность. А где-то, наверное, может и не совсем уверенность. Дали Чейфи пару шансов, которыми он сумел воспользоваться. А Артем, конечно, тоже красавчик. Мне очень понравилось, как он поборолся. Мне понравилось, как он менял свою борьбу от поединка к поединку. Это было круто. Это было круто. И результат мне очень понравился. Дай бог, чтобы и дальше у него все хорошо получалось. Итоговый счет армфайта 3-2 в пользу Артема. Молодость взяла верх над опытом. А ведь Артема сейчас всего 24 года. В первый раз в объектив железного рейтинга Артем попал в 2019-м, когда мы снимали проект «Самый сильный бицепс», в котором Артем пытался снять рекорд Девана Лората. Собрано, собрано! Поднял! Добавил ли я с выпуска железного рейтинга, где я появился первый раз? Ну, если брать старые записи, где весь тренировочный план записывался, и каждую тренировку мы старались добавлять. Если брать с того момента, то да, добавил. Прилично добавил. А вот такого заметного прогресса у Дэйва Чеффи я, например, не вижу. А ведь было время, когда казалось, что в лице американца мы получили второго Дениса Цыпленкова. Но не сложилось. Но с другой стороны, Дэйву уже 45, а в этом возрасте ты уже больше думаешь, как бы сохранить что есть, а не как набрать что-то новое. Давай вот чуть-чуть отойдем назад. Мы все знаем Чеффи как мощного крюковика, да? По истории с Денисом, по его истории противостояния с Денисом, в котором он бывал успешным, между прочим, мы все его узнали как очень мощного крюковика. Потом, несколько поединков спустя, несколько матчей спустя мы увидели его, как он борется верхом. Это говорит о том, что может он и так, и так умеет. Мне кажется, в его случае это вопрос подготовки. Достаточно хорошо ли он подготовил и те, и те, и те стороны. То есть часто бывает так, что человек вроде бы умеет и то, и другое, и третье, но готовит он одно что-то, да? И вот когда вот это одно что-то, ну, перестает работать, ему уже тяжело бывает перестроиться в какую-то другую сторону. И мне кажется, вот в случае с Дэйвом, вот это и произошло. То, что он готовил, не сработало, а потом уже ему тяжело было сосредоточиться, сконцентрироваться. А сейчас пришло время поговорить о самом скандальном поединке шоу – противостоянии между Геннадием Квиквиня и Джерри Кадоретти. На самом деле сперва я прям злился, думал, блин, ну, слишком много, ну, не то чтобы грязи, а, ну, нечистая борьба, Вась, ну, нечистая и все тут. Но потом я, знаешь, как бы переосмысливая все это, посмотрев еще раз, мне прям понравилось. Понравился, ну, это был прям самый яркий поединок, самый такой искрометный в том смысле, что у них прям молнии, знаешь, там, из глаз. И, опять же, вот этот переход преимущества от одного к другому, вот это вот Гена, его размышления над тем, как выходить из этой ситуации. Ну, то есть вот люди думали. Ну, то есть они думали, пытались что-то поменять, там, ну, мне понравилось. Вот это вот противостояние двух атлетов, это было круто. Но вот качество этого противостояния, я уже много услышал негативных отзывов по этому поводу, и со многими из них я согласен. В плане, там, летающих локтей, там, ну, вот всей вот этой истории. Но это спорт, и сегодня это вот так вот они решили посудить. Ну, это же вопрос не к спортсменам, по большому счету. Разговоры про фолы за отрыв локтя очень часто уходят в крайности. Одна крайность – это то, что происходило в поединке Геннадия и Джерри. Вторая – это армфайт между Рустамом Бабаевым и Тимом Бреснаном, когда ни один из шести раундов не закончился чистой победой. Вообще, борьбы как таковой просто не было, только фолы. И вот хочется понять, есть ли в этом вопросе золотая середина? Ну, я не знаю, как с этим бороться, Вась. Вот этот вопрос, он стоит всю жизнь. И у меня бывают фолы, еще у кого-то. Ну, то есть у всех они бывают, каждый из нас может ошибаться. Но плохо, когда вот эта вот безнаказанность за эти фолы начинает играть какую-то роль. Когда человек начинает рассчитывать на то, что он сфолит, но и это ему поможет, и за это его не накажут. Вот это плохо. А вот такая вот безнаказанность приводит вот ровно к таким результатам, рано или поздно. Разговор про локти мы обязательно продолжим в одном из следующих выпусков. А сейчас давайте перейдем к главному армфайту турецкого шоу. Ради, го! Джон, посмотрите, посмотрите, он в конкретном контроле! А Кадыр классно все сделал, молодец. Он был лучше, он был лучше в этот день. Мне понравилось, как он поборолся, как он справился с тем стрессом, который он выхватил в первом поединке. Мне очень понравилось, он молодец. Кто-то бы, наверное, рассыпался после этого. Он собрался, чуть-чуть, ну, как бы включил голову, и он сделал все красиво очень. Итог этого армфайта – опыт опять уступил молодости, причем без вариантов. Кадыргален Горбаеву сейчас 27. Впервые в объективе железного рейтинга он появился в далеком 15-м году в репортаже со Золотого Тура. Правда, роль тогда у него была отрицательная. А уже в 2017-м на том же Золотом Туре Кадыргали стал настоящей звездой. Пройдя Виталия Лалитина и Дмитрия Силаева, да, было и такое. Кадыргали стал вторым в абсолютке, уступив лишь Ливану Сагинашвили. Ну а Джону сегодня уже 58. Он старше своего соперника больше, чем вдвое. Чем ярко подчеркивают главную сюжетную линию четвертого шоу «Восток против Запада» – битву поколений. Тот же Чейфи старше Морозова на 21 год, как и Тадзила старше Прудника на те же 20 лет. И получается, что старшее поколение свою битву проигрывает. Вот можно судить по этому шоу, что все. Время прошло? Да. Ну, в общем, наверное, да. В общем, наверное, да. Потому что все-таки, когда мы говорим о возрастных спортсменах, мы понимаем, что потенциал их развития в дальнейшем, он не так высок. В случае, когда два спортсмена одинаково борются на сегодняшний день, ну, одинаково хорошо там, ну, близко друг к другу, и один из них моложе, а другой значительно старше, то мы прекрасно понимаем, что в ближайшей перспективе тот, кто моложе, он с гораздо большей вероятностью может стать более результативным в плане борьбы. Но прошедшие поединки – это не только повод переживать по поводу уходящих звезд, но и шанс заглянуть в будущее. Ну, чтобы понять, кто станет следующим оппонентом у наших молодых чемпионов. Начнем с Давида. А кто у нас есть левши? Да, мне кажется, он сейчас вот из тех, кто есть, наверное, он с любым может побороться. Ну, и сейчас вообще обсуждается его поединок с Лалитином налево. Ну, мне было бы интересно на это посмотреть. Сделал бы я на него ставку, наверное, все-таки там 60 на 40 в сторону Лалитина. При условии, если Лалитин готов, если у них нету рамок, ну, весовых рамок. Если Лалитин весит 140 килограмм, мне кажется, Давиду будет ох, как непросто с ним побороться. Ох, как непросто. Дзамбулат, а что скажешь про Артема Морозова? Ну, допустим, еще один поединок с Прудником, мне кажется, мог бы внести какую-то ясность, наверное. Потому что Прудник это на данный момент, наверное, один правой рукой. Не знаю про его левую, я не знаю, насколько хороша его левая. А правой рукой, мне кажется, Прудник один сейчас из лучших в мире в рамках 110-й категории. Ну, мне было бы интересно посмотреть еще раз, но уже вот, чтобы Артем подготовился к этому поединку более осознанно. То есть, если он изначально даже не понимал, о чем речь, да, и готовился к этому поединку, не понимая, к чему ему надо готовиться, то сейчас бы он понимал это, и мне хотелось бы посмотреть вот двух подготовленных атлетов, мне было бы интересно. А с Гаспорини, например? Ну, Гаспорини, да, тоже, да. Гаспорини хорош. Тут многие, конечно, его там ставят прям на какую-то, прям на недосягаемую высоту, но мне кажется, не настолько. Вот с Артемом, ну, мне было бы, опять же, мне было бы интересно. Как стало известно, в процессе работы над этим выпуском с Гаспорини Артем встретится уже на пятом шоу «Восток против Запада». И если говорить о предстоящих поединках, то у нас есть еще как минимум две интриги. Во-первых, на пятом «King of the table» против Дэйва Чейфи к столу выйдет Виталий Лалитин. Мне кажется, у Чейфи нет ни одного шанса. Не потому что Лалитин там… Ну, это разный габарит, во-первых. Во-вторых, Чейфи очень медленный. Он очень сильный, но очень медленный. А Виталик плюс к своему габариту, к умению им пользоваться, еще если он в форме, там, на хороших килограммах, плюс ко всему к этому, он еще и быстрее, чем Дэйв. И мне кажется, это все решит. А теперь вторая интригующая новость. В спор между Лалитином и Силаевым за титул чемпиона в супертяжелом весе на турнире в Грозном вмешается еще один крутой атлет. Один из лучших тяжеловесов России – Заур Пайзулаев. И силовые этого атлета заставляют меня переживать за сибирских тяжеловесов. Конкуренция на таком уровне – это же круто, Вась. Ну, то есть, это бы украсило, мне кажется, любой турнир. И это было бы круто. Я сейчас говорю как болельщик. Мне было… Я бы с огромным интересом на это все посмотрел. Я не знаю то, как он готовится, но, судя по тем видео, которые я видел на железке, ну, он неплох. Как минимум, неплох. Сможет ли он быть настолько же неплох, как Силаев с Лалитином, с Виталиком? Ну, время покажет. Сейчас посмотрим. Тема интереснее. И вот на этой интригующей нотке я и закончу наш сегодняшний выпуск. Но прощаемся мы с вами ненадолго. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok